продолжаю снимать вторым фотоаппаратом потому что первый очень сильно нагрелся и большой оранжере я не смогла зайти потому что немножко жарко стало нехорошо сердцем потом вернулась обратно на улицу снимаю опять розочки немножко погуляю какой интересный цвет такой ой там челка внутри красиво интересно будет даже сравнить качество съемки одного фотоаппарата и второго один сонька первый был этот олимпус смотрите какая роскошь и сейчас можно приходить или на розы балансы ну нет ребята конечно такой жаре ходить довольно сложно надо где-то в тень в тень сейчас пойдем по газончику надеюсь нас за это никто не убьет такую лесистую часть здесь до сих пор еще видно делается проводятся какие-то работы там вот около забора делают какие-то дорожки насыпи так что потихонечку что-то меняется конечно хотелось бы чтобы здесь было больше каких-то может быть мероприятий кстати скоро мне кажется следующие выходные будет так называемый бал цветов который проводится ежегодно тогда здесь довольно интересная ярмарка кита инсталляции делается это выставки если получится покажу ну в эти дни здесь очень много людей немножко это утомляет вот как замечательно герань переносит солнечный яркий свет листья становятся более красными но цветет все таки любит герань любит солнышко здесь такой интересный старый подвал спрятанный под холмик геранечка вот эти деревья мне нравятся они такие ромашковые деревья первый раз увидела как раз саласпельском ботаническом саду оно было вообще такое громадное пышное деревце так интересно смотрелось не знаю что это на самом деле за растение но может быть какой то вот такой сорт ромашек потому что цветы на типичные ромашки только растет сформированный такой кустик виде деревца так давайте-ка пойдем туда зайцу к золотому у нас там есть теперь такой золотой заяц которого кто-то проспонсировал кто-то создал из меценатов поставили его теперь люди ходят на него смотрят хотя конечно какой там символизм заложен в этой скульптуре зайца непонятно такой дуб бедненький старенький уже все его подпелили на растут какие-то грибы что говорит о том что дерево уже очевидно имеет слабый иммунитет не в состоянии сопротивляться вот видите какие здесь на нем выросли такие наросты как его человека какая-то опухоль так дерево если не хватает силы иммунитета начинается вот такая всякая ерунда ведь раньше был сад лилий теперь когда заяц нагло стоит посередине поля куда-то сад лилий делся впереди это самое пахнет жасмин божественно это интересное растение у него гигантские листья такие забавные не знаем что это такое со мной не очень содержательные прогулки потому что я могу только ходить и восторгаться вот этой всей красотой дать вам какую-то интересную информацию не могу обожаю жасмин у него такой чудесный запах я еще как парфюмерный маньяк все время пытаюсь найти какие-то духи запахом жасмина но никогда невозможно воспроизвести мне запах фрезии очень нравится но ни разу не нашла даже вот там 10 моно аромат фрезии он все равно нельзя его сравнить с настоящим живым запахом жасмина поэтому раз в году у нас есть возможность пока все это цветет там пару недель походить и ощутить всю эту сказочную сладость всех этих ароматов он скорушка на поле тут собирает прыгает сейчас мы зайдем в тень и приблизим корушка ты где там прыгаешь собирает каких-то червячков наверняка пропадает из фокуса вот так вот и вон вон этот заяц заяц побегает свежепойманной вот он сидит среди серебряных фруктов о чем нам это должно сказать не знаю ну миленький такой хорошо так на солнышке светится у нас там зайчик стоит посередине поля вот кто-то создал такую оплатил работу создал такую скульптуру непонятную там уже видно что за забором у нас дорога юрмала с гатвы здесь вот так вот гуляем 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 здесь тень здесь хорошо прохладно такая насыщенная зелень приятно будет зимой когда за окном будет снег пересмотреть это видео вспомнить как все это почувствовать наверное поэтому люди как бы занимаются всем все это видеосъемка потому что это тоже какие-то воспоминания ощущения а ну вот у нас здесь есть такая табличка это оказывается натюрморт произведение искусства создана в рамках программы мецената бориса и нары тетеревых искусство в публичной среде при сотрудничестве с городом рига такое у нас искусство виде золотого зайца так я хочу дать сель до тех старых зданий которые были изначально деревянных которые сохранились показать вам мне они очень нравятся вот это такая мама с дочкой отдыхает насколько я знаю раньше был такой билет сезон для именно мам с детьми которые там могли приходить целый год за какую-то определенную сумму меньше чем скажем просто платить вот так с детками можно прийти отдохнуть думаю что для детей это тоже останется потом где-то в их памяти как что-то очень приятное воспоминание вот уже раньше был деревянный забор сейчас его заменили на такой металлический прозрачный поэтому немножко больше шума и немножко больше присутствия города то есть по сути если бы я здесь перешла бы дорога тоже оказалась недалеко от своего дома магазин максима улица дзирцима главное нашем районе такая одна из основных артерий нашего района по которой идет весь транспорт в центр до центра здесь буквально 15 минут у нас вообще компактный город вот такое красивое здание оно существовало раньше то есть еще наверно в те самые двадцатые годы когда было передано сохранилось есть еще одно даже еще более старое вот эти красивые такие желтые свечечки они носят название такой ведьмина свечка считается что средние века когда были гонения на ведьм они все-таки проводили какие-то свои ритуалы то даже вот со свечами дело был такой напряг что могли за это тебя заместить и на костер то вот они использовали эти растения для своих ритуалов поэтому называется ведьмина свечка такая легенда так пройдем еще немножко ко второму старому зданию она еще более выглядит таким ветхим и старинным с колоннами светит солнышко я не знаю что вы тут видите может быть только одни какие-то тени а вот здесь я читала что вот этот такой уголочек здесь деревья которые вообще росли еще чуть ли не во времена какой-то доисторического южеского периода то есть вот что-то типа того с такой листвой вот росло тогда как бы в лесах очень красиво кстати смотрится мне нравятся эти листики они такие мягенькие кажется что-то иголочки но не мягкие мягкие так вот здесь уже начинается рода дендрарий как бы часть его с этой стороны часть на том на том конце парка сейчас только остаточный какой-то запах хотя уже цветов нет цветы уже завяли но еще какой-то остаточный запах редких цветочков это мы подошли к липовой аллее но с другой стороны и теперь может быть ее будет немножко лучше видно вот то второе здание красивая ну как красивая но конечно старенькая обшарпанная но вот в нем есть этот дух времени по-моему читала что здесь и была какая-то что-то типа оранжереи тоже именно при вот этой усадьбе сейчас мы тут пройдем еще немножко чтобы получше его показать на солнце не буду выходить потому что из тени наверное его будет лучше видно это и было что-то такое связанное как бы с выращиванием растений вот такое вот здание оно похоже на я почему-то думал что это это раньше была усадьба но оказывается нет сама усадьба была разрушена а это вот такие здания которые при при входе какая прелесть обожаю колонны такой стиль здесь у нас уже все у нас уже город тут вовсю а мы разворачиваемся обратно вот на эту аллею красивую сейчас пройдем немножко тут кто-то заезжает машинами очевидно покупает какие-то растения или может быть сами работники вот она липовая аллея и высоко сомкнутые ветви вверху я думаю что здесь то уж точно никто не будет подрезать и подстригать поэтому здесь все будет очень так первобытно постоянно вот там тоже рода дендрарий как бы вдали ну не знаю где здесь 12 гектаров честно говоря мне он не кажется таким большим этот сад вот мы его практически уже весь и обошли пройдемся еще по аллее потому что все равно выход с той стороны тут хочешь не хочешь надо по ней идти но аллея конечно замечательная не уже точно сто лет есть ли бы в этом плане конечно деревья но слабенький потому что они быстро образуют всякие дупла они начинают гнилить портится кричат птички значит здесь где-то гнездо вот конечно они недолговечные это не дуб которому там 700 лет может быть я думаю что срок жизни липы очень небольшой вот видите как он ствол изнутри уже все он уже сгнил изнутри и держится на на честном слове на одном вот и так многие они здесь очень уже старые очень такие дуплистые все но зато это прямо райское место для разных птиц потому что есть где строить гнезда какой-то мальчик работает подрабатывает наверное убирает листочки вот там оранжерея бабочек куда мы не пойдем и там же небольшая оранжерейка с азалиями туда надо идти зимой где-то месяц в конце февраля не начинают все цвести и тогда это просто сказочное зрелище вот это так мы идем с вами по оранжереи у меня есть подруга проработала много-много лет лет двадцать наверное занималась занималась вскапыванием расчисткой здесь такой работник садовод здесь кафе сквозь ветки если что-то будет видно небольшое расположено так прямо на самом солнечном месте не самое удачное если летом сидеть то довольно тяжело там еще есть оранжереи такие уже служебные вон куда пошли работники так ну вот мы вернулись опять к нашей главной большой оранжереи может быть стоит зайти в самое большое здание показать вам раз уж я все равно здесь вот кафе здесь раз уж я все равно здесь там нас тропический домик и там вход в тропический домик но там сейчас только как бы растение без цветов эти азалии даже не хочу туда заходить если сами будете то сами и зайдете погуляете так наверное еще раз пойду пройдусь покажу вам большой оранжерея там все-таки есть кое-какие интересные растения потом уже пойду на выход потому что очень душно жарко тяжело честно говоря ходить даже в тени жарко когда такие резкие перепады то у нас было холодно-холодно градусов 19 а то сразу тридцатка опять идем немой этой красоты опять поснимаю такая роскошь тут что-то интересное вот она большая оранжерея смотрите какой фикус ой пытаюсь показать вон там обалдеть где-то очень-очень высоко вот такой фикус который у нас растет дома оказывается может быть таким гигантским деревом вот сейчас еще раз покажу вон там вот этот потолок я не знаю тут наверное пятиэтажное или семиэтажное наверное даже здание вот он в природе растет так высоко вот монстера вот пальмы немножко пройдемся посмотрим вот тоже гибикус растет китайская роза даже цветет вот тоже крапивочка здесь чего только нету на что-то глаз не падает а вот такие кактусы громадные тоже высоко как растет и банан вот это у нас с широкими листьями это банан там даже иногда можно видеть эти грозди бананов они конечно не дозревают им не хватает солнышка ну вот есть они такие вот такая еще пальмичка там видите высоченная тоже конечно растения которые здесь очень много лет растут вот так вот вот у нас тут банан показано как он растет в этом году не видно кстати может быть им что-то не так нравится вот это большая оранжерея вот пальму уже подпирает уже боятся что упадет уже ее стягивает какими-то веревками поддерживает вот и здесь у нас клевия растет цветет это довольно неприхотливое растение она и дома также будет нормально цвести у нас ее можно купить в магазинах но поскольку она объемная и места занимает много то хоть она мне нравится я ее не приобретаю потому что просто некуда ставить у меня сегодня было искушение купить что-нибудь но потом я сама себя начала дергивать потому что нет смысла составлять все надо чтобы были комфортные условия для растений вот какие смешные корешки там сейчас покажу такие плазанчики классно так здесь тоже небольшой такой прудик он создает влажность по стене тут что-то он ползет растет в общем тропики так наверное выглядят тропики здесь красиво цветет гортензия какая прелесть сейчас я покажу здесь кое-что продается покажу те растения которые продаются на обычный выбор гораздо больше ну вот так вот это примерно полтора евро что очень недорого вот такие геральки вот такие лечебные здесь есть алоэ коллизия у хименеса розовенькие и фиолетовые вот так вот побывали в большой оранжереи вот опять опять в розарии мы тут уже скоро будем знать все досконально все дорога но сейчас еще быстренько пройдусь вот вот бассейн не работает к сожалению фонтанчик жалко а вот на улице тоже так замечательно растет китайская роза смотрите как цветет на солнце значит ей это нравится у меня она дома сейчас к сожалению стоит немножко в глубине комнаты в тени и вот у нее стали потихоньку желтеть листья ей явно не хватает солнышко а поставить некуда на солнышко как же жарко были планы сегодня куда-то поехать еще но нет судя по всему сейчас домой буду заниматься какими-то домашними делами вот выложу это видео наверно будет из двух частей потому что времени получается довольно длинные поэтому буду не соединяя все ребятки не хочу идти там там есть еще дальняя часть где всякие такие лекарственные растения посажены в ту сторону дорожка уже нету сил хочется спрятаться от солнышка вот не догадалась как эти молодцы ребятки там идут со шляпками не догадалась ничего на голову одеть вот так у нас здесь в ботаническом саду такой уголок спокойствия зелени это ботанический сад от латвийского государственного университета а тот который целый с полсиносом как бы национально считается ботанический сад то есть более такого масштаба глобального вот тут тоже что-то продается около входа можно купить какие-то растения но тоже садовые такие эти цены евро сорок примерно стиль был то есть на фотографиях есть что потом вырастет красиво конечно очень очень жалею что нету никакого ни сада ни огорода можно было бы все это высадить ну вот выходим вот так у нас здесь сейчас покажу как он работает для тех кто из риги сейчас он работает до 19 с 9 до 19 вот и каждый день конечно здесь у нас такая дорожка потом она переходит наполовину велодорожку и надо уже шарахаться от лихих гонщиков велосипедистов которые едут на Юрмалу эта дорожка потом в конечном итоге выводят на юрмальскую велодорожку и туда довольно многие едут кататься вот вот так у нас выглядит красиво обновленный заборчик ну вот наверное на этом пора заканчивать хорошего вам дня теплого солнечного хорошего настроения пока-пока пока Продолжение следует...